Добрый день! С вами Юрий Гесберг. Все чаще в охранном виде наблюдения используется включение по тревоге белого света. С одной стороны, это создает благоприятные условия для работы видеокамеры в нештатной ситуации. С другой стороны, это деморализует злоумышленника, заставляет его отказаться от своих намерений. Но есть и другие моменты, которые положительно сказываются на виде наблюдения при использовании белого света. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит Александр Лыбкин, компания Uniview. Это белый свет. Тема, скажем прямо, занятная. То есть, видите, белый свет 10 метров, ика 50 метров. То есть, у нее комбинированная подсветка, то есть, есть и ика, и белый. То есть, работает это так. Видите, вот за этим гладким пластиком, с которого все стекает, весь дождь, снег, вот здесь вот такие мощные светодиоды. Вот это пассивный извещатель, обычный ИК-пассивник извещатель, обычный пирт. И это мощный LED видимого спектра. И получается так, что камера висит, если вот этот ИК-извещатель в своей ближней зоне, то есть, зона у нее там 10 метров. Видит объект, он переводит быстренько камеру в день и включает белый свет. И у нас товарищи ходят уже видно. И никаких шумов нет, и они в цвете, и вообще замечательно все. Есть видео этого момента? Да. Это все происходит? Сейчас я покажу. Вот, если дальше, то, соответственно, камера работает в ИК-спекторе, то есть, там все стандартно. Видите, да? У спиддома там немножко другая логика, но идея та же самая. То есть, у спиддома, если он наводится подальше, вот, там автоматически переводится в... Честно говоря, его... Ну, еще раз сейчас, да. Ну, вот, видите, в ближней зоне, когда кто-то ходит, вот, собственно говоря, он потом... В ближней зоне, это сколько там метров? 10 метров. То есть, там чисто ИК-извещатель. Нет, именно момент переключения с черно-белого на цветное. Так, а вот было же сейчас, он когда там перевелся. Сейчас еще раз. Нет, с цветного на черно-белое. А, в обратную сторону? Ну, вот, когда он на группы штатном режиме работает, на шоу, в режиме черно-белое, ну, грубо говоря, появляется движение в ближнем кадре. Ну, в ближней зоне. Есть демка, там как раз внутренняя камера, вот, и там демонстрируется второй эффект от этой штуки, вот, там демонстрируется эффект такой, что там ночь, как бы, офис, и товарищ какой-то входит, и он реально переключается, тынц вот так, и все, и белый свет. И товарищ, как бы, он сразу же напрягается, потому что, ну, когда тебя освещают так вот белым светом, ну, как бы, любой нормальный человек, он как-то начинает прятаться. Вот, и он, как бы, уходит. Поэтому первый момент, это вот хорошее изображение ночью, а второй момент, это просто как такой психологический отпугиватель, да, от слоняющихся, праздно слоняющихся товарищей от какого-нибудь забора, да, своего. То есть, если просто злоумышленник, понятно, он там полезет, а если просто, я не знаю, какие-нибудь товарищи, я не знаю, их среди ночи бум, ярким светом белым, и они второй раз туда уже, ну, зачем им туда лезть, не полезут. Злоумышленник просто на объект не полезет, он вначале проверять будет вокруг забора. Так вот, раз в раз. Проверяйте, порайте. От это самое, от злоумышленников, от незлоумышленников отделяет. Вот, вообще, на самом деле, тема с белым светом, она занятная. У нас, как бы, это не сильно принято, может быть, пока. Вот, потому что, ну, как бы, там, традиционно так сложилось. То есть, в Китае, я говорю, я вот был, вот там, у ЮНИВЮ есть, да. Ну, на самом деле, как бы, применение белого света весьма оправданно в сочетании с ПОЯ. Я не буду, как бы, ну, говорить о конкретных брендах, да, но я уже несколько лет это использовал, в основном в кассовых зонах, то есть, чтобы не использовать отдельные аварийные светильники, вот, то есть, кассовая зона с камерами с белым светом. Если отключилось электричество в магазине, то от ПОЯ, соответственно... Питается камера и освещает камеру. И освещает кассовую зону, чтобы, во всем случае, там быстренько никто еще не похватал. Ну, занятно. Ну, как бы, тут, видите, специфика с работы уже, может, подсказать, где это используют, конечно. Я расскажу, как бы, пример вот из Китая, да, там, у нас вот эти камеры над дорогами, они висят все в ЭК-спектре работают, да, а в Китае там какое-то законодательство есть, что там нужно именно хорошую цветную фотку с каждого товарища. Когда едешь по их дорогам, ну, неприятно, конечно, да, то есть, там, как бы, камера, она так вот, когда приезжаешь, там срабатывает какой-то, там, либо под дорогой, либо, там, я не знаю, как, датчик, вот. И, короче говоря, такая вспышка белого светодиодного вот этого света. В лицо? В лицо. Обалдеть. Я в Беларуси сзади меня фотографировали, как бы, и то некомфортно себя ощущать. Вот, и реально, ну, напрягает, конечно. Ну, когда поедешь, конечно, привыкаешь. Вот, а я вот, это, там, говорю, у ЮНИВЮ большая система сделана. Я видел, как бы, как это потом в результате выглядит в их там, в этом самом, в ситуационном каком-то центре. Вот. Фотка вообще идеальна, то есть, видно машина, номер, все в цвете. И не только машин номер, а видно через лобовое стекло, кто там вообще сидит, в какой-то майке и вообще все. Вот, то есть, там идеально. То есть, если нашим чиновникам показать вот эту фотку, я думаю, что они, может быть, вполне, и скажут, все, все равно, на глаза, вот, ну, что у вас там мергает, моргает, не моргает, будем ставить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok